Есть посадка. Эту команду в Центре управления полетами в Подмосковном Королеве ждут, пожалуй, с самым большим волнением и нескрываемым трепетом. Именно она завершает космические командировки для любого экипажа и подтверждает, что все службы, которые обеспечивали подготовку, старты возвращения на Землю сработали на отлично. Такую оценку точно можно поставить всем специалистам, которые просчитывали траектории, сопровождали и встречали сегодня капсулу спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24» с командиром Олегом Новицким, первым белорусским космонавтом Марино Василевской и астронавтом НАСА Лорал О'Хара. В строгом соответствии с циклограммой, штатно, относительно мягко, так приземлилась капсула. Такой гладкий, но не совсем простой апогей премьеры Беларуси в космосе. Вообще спуск — это самая сложная динамическая операция любой звездной миссии. Поэтому многие космонавты шутят, что именно за это дают звание героя. А ведь они и правда герои. В 3.30 утра закрылись переходные люки между МКС и космическим кораблем. В районе 7 утра началась сама расстыковка. Операция ювелирная. Шутка ли свой путь на Землю? «Союз» начинает с космических скоростей — 28 тысяч километров в час. Также движется и станция. Чтобы с ней не столкнуться, корабль должен очень аккуратно от нее отплыть. Для этого включались двигатели. На высоте в 140 километров минут за 30 до посадки «Союз» разделился, и капсула вошла в атмосферу. Это самый опасный момент. Температура плазмы, сквозь которую проходили космонавты, в том числе и Марина Василевская, под 3000 градусов. И связи с экипажем не было. Самые волнительные моменты не только для специалистов, но и для родственников космонавтов, которые тоже сегодня были в ЦУПе. «Каждый раз я смотрю на старт, на стыковку, на посадку, и я вроде половина меня понимает, что да, он летает, другая половина как-то нет. Это какой-то абсурд, он не может сам быть». «Что вкусное готовили?» «Драники». «Драники?» «Драники, да. Уже не первый раз». «Сами готовите?» «Да». Раскрытие тормозного парашюта и видимость капсулы подтвердили. Атмосферу экипаж прошел верно и без происшествий. Спуск не аварийный, не баллистический, а штатный, управляемый. В это время наземные воздушные группы поиска уже примерно представляли, куда приземлится капсула. И вездеходы, синие птицы и вертолеты мгновенно отправляются в расчетное место посадки. И вот капсула на земле. Правда, не на днище, как планировалось, а на боку. Но и такое положение спускаемого аппарата специалисты называют штатным. Это одно из условий посадки. Так бывает. Ничего страшного в этом нет. Первым из капсулы достали командира Олега Новицкого. На земле знают, что по прилете он всегда пьет березовый сок. В который раз в Казахстан его привозят именно из Беларуси. Марине Василевской из капсулы помогают выбраться третьей. Для нее белорусские ромашки из дома. О том, какой непростой была эта дорога на землю, говорила уставшая, немного испачканная копотью лицо Марины и ее первые, очень важные слова, сказанные после приземления. Желаю всем людям, чтобы они все время переберутся в таком виде. Там же, в Казахстанской степи, космические медики оценили состояние экипажа, сделали необходимые постполетные исследования. Это тоже часть космической программы. Традиционное спасибо и автограф командира корабля Олега Новицкого на борту капсулы. Именно он, наш земля, в который раз поднял на космическую высоту наш флаг. Только сейчас он отвез и вернул с МКС не только полотнище, а впервые человека, гражданина суверенной Беларуси. Новая космическая история, в которой сегодня написано первое, главное, но абсолютно точно не последняя страница. Уже сегодня вечером Олега Новицкого и Марину Василевскую ждем на военном аэродроме Чкаловский. Оттуда космонавтов повезут в Звездный. Впереди небольшой отдых и более точные медицинские осмотры. Именно они и покажут, понадобится ли космонавтам, в том числе и Марине Василевской, какая-то специальная реабилитация. По практике она равна длительности полета, то есть минимум 12 суток. Ну а уже после первая белорусская женщина-космонавт приземлится на родине в Беларуси дома. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Королев. Московская область.